Здравствуйте, друзья! Начнем с малоприятного, конечно же, папа. Но я хочу отнести просто ясность, без определенных субъективных отношений к проблемам. По вчерашним ситуациям, насчет комментариев СМИ, якобы Премьер не справляется со своими обязательствами по уборке мусоросборочных площадок. Я хочу просто напомнить 2013 год, когда вопреки договору Концессии, согласно которому Концессионер имел право и, в свою очередь, Совет не был в праве повышать тарифы втрое, то есть в разы. Ни вопреки этому после передачи в Концессии этой услуги, после шести месяцев наши жители муниципалитета проснулись с завышенными тарифами втрое. Это первое. Самое плачевное то, что в обосновании повышения этих тарифов были включены определенные разделы. То есть, в первую очередь, затраты по... Отмечу сейчас просто для СМИ те, которые просто дезинформируют людей. Затраты на содержание мусоросборочных площадок. То есть, объясняю со ссылкой на конкретные документы. Я просто сейчас не декларации делаю. Я сейчас ссылаюсь на конкретные решения Совета, обоснования этого решения по повышению тарифов. Затраты на содержание мусоросборочных площадок. То есть, даже преемник, да, исполнительный солоприки Солужинск, который делает дешевые декларации, получает сегодня деньги напрямую от наших жителей. Из этого тарифа подсчитаны уже затраты на уборку и содержание мусоросборочных площадок. Со ссылкой на решение Совета 2015 года есть по принятию положения о содержании чистоты на территории муниципалитета. Каждый, будь физическое лицо, юридическое лицо, обязан в радиусе 10 квадратных метров выбирать свою площадь. Я заметил то, что поднялся вопрос по передаче этих площадок. Послушайте, тогда с 2013 года до сегодняшнего дня, почему они до сих пор не понимали этот вопрос? Это самое плачевное. Почему тогда взимали этот тариф с потребителем? В этом году мы делаем работу, которая в 2012-2013 году не сделана была. Сначала отформировали эти площадки. У нас где-то 60 площадок, правильно? Нет. Скоординированные соответствующими службами. Вот так делается по закону. Формирование очень комплексный процесс. Сейчас все дела находятся в катаспору для регистрации. То есть декларировать о том, что мы обращались неоднократно в премьерии, никакой реакции. Это неправильно, потому что работа уже находится на последней фазе. Когда уже будут соответствующие выписки от кадастрового органа по этим площадкам, уже пойдет второй этап. Но даже вопреки этому, тогда получается, что этот тариф должен был быть пересмотрен или не завышен таким образом. Еще отмечу, в этот тариф еще были включены в эту калькуляцию. Затраты на благоустройство 67 разборочных площадок соответствующей реконструкции, представили там рекалькуляцию, площадок умноженное на 12500 леев. Я знаю, что еще ни одной площадки не обустроено. Вопрос, почему до сих пор эти деньги вложены в этот тариф, который оплачивает наш потребитель еще до сегодняшнего дня, с 2013 года. В этот тариф еще в калькуляции внесены затраты на аренду этой базы по Тудору Владимировичу, по которой есть уголовное дело, кстати. Там ущерб был нанесен муниципальному предприятию. Дело уже в суде. А эти затраты включены в этот тариф. Вопрос, за что оплачивали наши жители этот тариф? На прошлой неделе я созвал профильные комиссии по пересмотру этого тарифа. И там половина затрат, которые якобы включены в эту калькуляцию, они не соответствуют действительности. То есть я делаю вывод, что до сих пор наших жителей, потребителей обманывали. Зинчокли, в понедельник вернется работник управления. Вот все эти документы составить соответствующие жалобы в правоохранительные органы на привлечение к уголовной ответственности согласно следитья 255. Насчет комментариев экологические катастрофы. А кто до сих пор заметил насчет полигона экологическую катастрофу? Сколько у нас обращений в Министерство окружающей среды? Больше 20. Больше 20. Я знаю ответы. Если вам это нужно, то вы заказывайте у частной какой-то компании, чтобы та, в свою очередь, за вашу оплату сделала соответствующую экспертизу. Это нормальный ответ. Зинчокли, те же ответы и наши обращения. Тоже подготовить правоохранительные органы. Видите, у нас экология активизировалась по этому сегменту. Там уже два года ведется удовольное дело в свинчереях по незаконной деятельности по этому полигону. И ущерб экологии, которая сейчас вот этой деятельностью горела на всю округу. Все. И никто на это не реагировал. Напомним об этом. Слава Богу, там пожарные все-таки откликнулись по обращению муниципального совета и уже не горит. Но там есть и другие риски. Сами понимаете, какие. Я бы напомнил салут Бритисалушен за счет тарифа, чтобы они убрали эти платформы. И не провоцировали всю эту ситуацию. Потому что, судя по всем репортажам, которые там были указаны, не буду сейчас указывать по каким источникам СМИ, вокруг вид мусор бытовой, за который оплачивает тариф им напрямую. А контейнеры наполнены до невозможности. Скажите мне, пожалуйста, этот потребитель куда будет бросать все это, если эти контейнеры не убраны. Это во-первых. Во-вторых, УКК, и в частности ЖКК, потому что там есть наши двортики, поместья. В течение месяца каждый день, в конце дня, я хочу видеть информацию и сходку по каждому дому или по каждому добру, сколько контейнеров обслуживает, сколько домов. Это первое. График по каждому адресу, когда вывозят эти контейнеры. Потому что я запустил процесс консультирования и составления стратегии менеджмента мусора по муниципе Берец, это будет кстати. Потому что судя по той же калькуляции, на основании которой повысился этот тариф, там тоже внесены закупка свыше 1500 контейнеров. По нашей предварительной информации сколько контейнеров по городу от Солубрити? 415. 415. То есть с 2013 года наши потребители оплачивают этот тариф, чтобы закупить 1500 контейнеров. Где 1000 контейнеров? Где еще 7 единиц спецтехники? Это будет кстати все эти обращения правоохранительного для рассмотрения объективного рассмотрения всех этих вопросов профильной комиссии по пересмотру этого тарифа. И самое плачевное, что они не напоминают о том, как Global пресс-сервис мы все это приостановили. Напомнить их обращение на приостановление в одностороннем порядке договорных отношений, чтобы шантажировать. Второй вал не пройдет. у нас двадцать первого и двадцать второго кажется двадцать второго второе совещание это комиссия. Пригласите. Пусть обосновили каждый раздел вот этой калькуляции. В какой мере соблюдено и исполнено. А не потому и отчеты не предоставляют ежегодные по инвестициям которые делаются. А зачем? В течение месяца минимум каждый день сфоткан. По каждому адресу. У меня даже есть информация по улице Чусева сколько домов четыре контейнера по всей улице. Это нормально? это один из многочисленных примеров. Если давать какую-то объективную информацию конечно же даже из этого репортажа я сделал определенные выводы для себя. То что касается муниципальных предприятий. Потому и закупили сейчас 110 контейнеров спецтехнику чтобы мы справлялись с каким мусором уличным сметом и внутренним товаровым. То есть растительного происхождения. Отделить все это. Бытовой у вас прямые договора с потребителями на платформах. Будьте добры поставьте нужное количество контейнеров чтобы это все помещалось в контейнера а не возле контейнеров. И не поднимать всю эту шумиху вокруг что-то кто-то каким-то образом не убирает. Поставьте нормальное количество контейнеров которое обслужило оптимальное количество людей потребителей это первое во-вторых эвакуируйте нормальным графиком а не допускайте чтобы эти контейнера были переполнены чтобы люди конечно куда будут бросать конечно рядом все потом поднимать вопрос что примарей все это не убирает но от того что кто-то не выполняет свои обязательства они таким образом что хотели поднять вопрос опять же обозначили вопрос неграмотности тех которые все это передавали делая ссылку на договорные отношения там не были условия передачи этих мусорных платформ вопрос когда как все это оформлялось как все это передавалось как с 12 года они не оформили законное местонахожение этих платформ с согласованием соответствующей службы с анебида экологии это унаследованные проблемы которые я решаю вместе с работниками премарии вместе с муниципальным предприятием если кому-то что-то не нравится что-то делаем правильно я вас поздравляю но за счет людей пиариться не надо потому что не рой яму другому потому что сам попадешь в нее есть такая пословица в нашем муниципальном предприятии УКГ в частности сразу же если есть от дворников информация это должно оперативно в оперативном проекте работать о том что существуют такие обстоятельства невыполнение обязательной уборки прилегающей территории платформ сразу же в УКГ констатирующий орган выходит констатирует и сразу же все это убирает отдельным отчетом ежемесячным вы указываете затраты по каждому случаю констатированным констатирующим органам и ежемесячно иски в суде по возмещению ущерба по возмещению ущерба обязательно я еще не подумал вопрос я подумал это тоже отметили в понедельник тоже с юровой управления вернется Валентин это тоже по спецавтохозяйству сейчас в процессе несостоятельности огромное количество людей которые которые не закрыли зарплаты перед бюджетом огромной задолженностью а там поднимается другой вопрос фиктивного банкротства или намеренного банкротства перед передачей этой услуги в это предприятие было прибыльным вот это самое главное и этот вопрос тоже надо поднимать тоже в правоохранительные органы смотри как они издеваются премария не справляется а зачем тогда получать этот тариф где внесены все эти затраты я бы отметил и соответствующим органам который занимается тоже параллельно этим делом чтобы сначала открыли суть дело а потом уже делали выводы независимо от каких-то там указаний свыше запомните просто я знаю одну философию начальство приходит и уходит а исполнители подписывают документы и рано или поздно все это ухнется пусть начальство подписывает свыше которое дает указания а я просто советую чтобы те же исполнители просто объективно выполняли свои обязательства просто многие процессы не только в муниципе везде бы работали если каждый выполнял свои обязательства согласно законодательству не согласно к каким-то указаниям или какому-то кругу лиц заинтересован в этом или пусть дают указания в письменной форме чтобы вы тоже подстраховались я тоже вас понимаю сегодня сегодня начать устранение это понимаешь со вчерашнего дня начали какие-то работы видите ли я сегодня прочитал корреспонденцию они уже обратились видите ли 19 они сделают определенное мероприятие чтобы вытащить и сложить ситуацию в город то есть на наши субботники месячники их вообще не было да при том при всем еще требовали за за вход на полигон то есть это их не касалось а сейчас вот в контексте вот этих мероприятий вы видите ли они спасатели сами создали эту ситуацию вот я не спасаю вот тебе технология демагогия и на ближайшие сессии решать побыстрее вопрос по передаче контейнеров ЖКХ в первую очередь чтобы синхронизовать кстати синхронизуйте свою работу с экологией со службами по авторизированию этих мест по размещению контейнеров в частности именно для смета и для природного мусора листву ветки т.д. и т.п. Игорь Ильич у нас есть подписок мест складирования муниципального мусора на территории муниципе Белс то есть куда мы собираемся устанавливать эти мусорные контейнеры значит места полностью согласованы с экологией подписанных местом сколько места мусорных методом и здесь начинаются эти демагогии ежедневный мониторинг после сегодняшнего совещания соберите ваших мастеров и проинструктируйте мне за месяц будет уже ясна картина я думаю за месяц за месяц будет ясна картина по всему городу по каждому жилому дому сколько контейнеров размещены каков график выложен я уже официальный объективный выбор в объявлю в рамках рабочей комиссии вот так работает в пределах 800 человек то есть до 1000 человек если соотнести информацию по установленным контейнером четыре контейнера установлены вдоль дома 68 по улице болгарской где проживает где находится с помощью 144 квартиры но в пределах три человека в среднем проживает в каждой квартире у нас выходит около 500 около 400 чем-то человек это 4 контейнера расположены на 400 чем-то человек и на 800 чем-то по щусь и вот тоже 4 4 кооператива пятиэтажные это услуга да это примария не справляется за что тогда оплачивает вот например в этом тарифе были еще помимо определенных расходов потому что когда обосновывается на тариф там вносится калькуляция на что они должны якобы нанести определенные затраты там есть раздел по закупку 1500 контейнеров вот 4 контейнера на 1000 человек это прямой обман просто нашла реклиентство сними идеальный состав преступления еще с 13 года тянется все на что взимали тогда тариф с половиной из этой калькуляции оно не соответствует действительности на что тогда все это было потрачено таким образом мы вносим ясность в этой ситуации объективную ясность это у меня не декларация я знаю что он говорил и все об этом узнают 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 эту калькуляцию помнят это решение совета тринадцатого года и калькуляцию да и через шесть месяцев сразу же после передачи услуги они подняли тариф в три раза и сейчас кстати первая инстанция аннулировала и договор цессии салублит и салубшинцы и по глобалу то же самое они сейчас будут подавать эти вопросы обратились в консилию конкуренции обращайтесь это ваше право но скажите в консилию конкуренции почему ваша техника сейчас с молотка уйдет 22 спецтехника чтобы оплатить зарплату рабочим который вы не оплачивали два месяца а не пускать просто вот эти денегрирующие суйки то что вот приостановил договор много еще но нас по существу вот есть соответствующие мероприятия которые должны правильно оформляться идти в правильное направление до 2 пригласите в обязательном порядке их не представить и информация актуализирована что там в кадастре на какой стадии находится регистрация участок они оформированы все дела уже переданы в кадастре для регистрации чтобы потом опять немульсировали определенные опять же дезинформации дезинформировали люди мы в семнадцатом году делаем ту работу которую должны были сделать до передачи услуги то есть логически делается сначала формирование этих площадок а потом уже в договоре как приложение все это указывается и делается калькуляция по каждой форме какой мере они должны что-то инвестировать потому что цель и предмет любой концессии публично частного партнерства это привлечение частного партнерства для развития определенных услуг но судя по показателям финансово-экономического характера спецавтокозяйства в двенадцатом году это было привыкное предприятие еще квалифицируем эти деяния как фиктивное бомбровство намеренное еще есть состав такой отдельный преступлений посмотрим кто и какой мере замешан замешан в чем сверху день что у нас вчера провели совещание все безопасности движения по муниципе с разметками что у нас я устанавливаюсь на при срочном порядке по пешеходным переходом и завтрашнего дня начинаем сегодня профилактику машинки делаем все такое подготавливаем завтрашнего дня начинаем полностью обновление начиная с центральной части пешеходные переходы за школ и начинаем все в частности подготовление пешеходных переходов участок близ находящихся школам и садикам в первую очередь обратите на это внимание мы вчера создали выездную комиссию смешанную представители полиции УКХ водоросло и специалисты которые курируют эту водоросль по выезду определили эти места в первую очередь заострить внимание на эти места чтобы до 1 сентября все это было подготовлено ну вообще-то до 26 включительно сами понимаете праздники праздники конечно не будете заниматься во всем этим все будет сделано мы готовы в принципе на 90 процентов завтрашнего дня приступаем до дня независимостями это все будет в порядке и нужное количество знаков тоже хотя бы нужное количество там 60 знаков там есть 60 знаков да 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 там вчера разрешили вопрос потому что были как терминациями как бы разрешили все готовы всего лишь у меня там некоторые знаки сейчас поменялись может согласно этому положению новой редакции они соответствуют ну все подогнали по фирму которая специализируется по новой технологии мы приступили к устранению и уборке прилегающих платформ в первую очередь те кто которые уже заактированы уже протокола составлены да вчера мы получили 10 адресов которые заактированы делали фикантастов на совет передачи этих контейнеров и нужны техники для размещения во дворах контейнеров где должны быть складированы вот этот мусор который собирается в результате уборки прилегающей территории я хочу уже поставить конец опять же вот этой традиции кучи многочисленных листвы или головомоса надо уже расти по этому себе поэтому и закупили столько контейнеров и спецтехнику то же самое чтобы соответствующим образом наша техника ввозила все термогаз как у вас обстоятельства я по вашему распоряжению сделал график как мы погасшали всю тенденцию начиная с апреля месяца в общем здесь на сегодняшний день на 15 августа у нас долг перед Молдовым газом миллион семьсот семьдесят четыре тысячи вот остаете от графика или нет? а? на сколько остаете от графика? ну вот на миллион семьсот семьдесят четыре тысячи но у нас еще сейчас вот два по причинам а? причинам вкратце вкратце плохой сбор люди плохо платят вот здесь у меня цифры если в июле месяце мы собрали семьсот тридцать одну тысячу всего на семьдесят семьсот тридцать одну тысячу всего на семьдесят три тысячи мы отстали от графика то вот в июне в июле у нас всего мы собираем по вот двести четырнадцать до трехсот тысяч угу потому что люди очевидно в отпуске ну не платят вот кроме значит мы комиссию создали это было раньше еще вот которые вызывают людей особенно у которых долги большие на комиссию вызываем приглашаем это несколько раз в неделю два-три раза у нас комиссия собирается люди приходят пишут график как бы подошвение и в общем то опять таки все задержки получается значит мы на сегодняшний день подали иск в это самое в суд порядка восьмидесяти девяносто восемь исков в суд уже пятьдесят с лишним уже рассмотрено ну соответственно в нашу пользу вот но пока денег оттуда тоже не поступило вот такое положение единственное что ну может быть не радует конечно но если на в прошлом году в шестнадцатом году у нас долг перед Молдова ГАЗ составлял 2 миллиона шестьсот то в этом году у нас ну я так думаю будет где-то миллион двести миллион триста не больше крайний срок графика когда у нас крайний срок графика когда есть теперь август месяц август это понятно растяжимы сколько дней в августе я про часов сейчас спрашиваю у нас тут пишется просто вот июнь июль август то есть последний день августа да последний день августа готовьте какие-то предложения по остающим графику по суммам чтобы вы оправдали уже позицию чтобы пересмотреть этот график в этом направлении работаем и пишем письма молодого работаем над этим конечно с конкретными предложениями или опять же общего характера нет конкретно есть некоторые предложения у нас угу ну это у тебя он куда выходит на работу должен где-то в четверг-пятнице быть в четверг-пятнице да у него в четверг врачу идёт наверно на больничном он на больничном да хорошо присаживаться спасибо на что у нас там штефан челмай когда уже будет на картине проект будет сегодня приезжает проект проектировщик у проекта кишиневского кишиневского проектной организации будем согласовывать проект там где не согласован по вельским сети держателя смета сегодня она должна привести смету на верификацию проектно-смертную документацию чтобы заключил договор для того чтобы документация была верифицирована для подачи там сокращенные сжатые сроки ну крайне какие ну что до конца месяца эта верификация будет недель что будет раньше я говорила с обещали ускорить процесс сегодня будет полезная документация ее получит и согласование получим хорошо подготовьтесь фундаментально к двум часам нашего совещания рабочего именно по дорогам может я предупреждаю в этом году то хоть и на бане не освоится будет очень серьезным напосредствием для ответственных лиц два года мы уже научились работать уже про результаты я знаю о чем сейчас говорят это касается всех и меня тоже да да я знаю самый большой спрос от жителей не только по этому участку в особенности муниципальных предприятий вы актуализируете эти указания вашим экономистам и бухгалтерам синхронизируете планы финансированные статьи расходов не ждите конца года что у нас за документация по закупке маркировочной машины подосы честнее не имею информации не имею информации а когда бы они не имеют деньги запланированы еще с прошлого года на этот год но там пришел заниматься кто у нас пришел до сих пор ничего не подготовлен собирают информацию да это не значит я знаю позицию что она стоит машина это есть такое выражение ложка дорога к обеду независимо от этого мы сейчас хотим провести эти работы хорошо что есть там машина но она всегда под риском получается восьмом месте я уже подумал вопрос почему еще в тех условиях не готовы ну во вторник в частности по другим проблемам пройдемся на правду но по этому сегменту мне нужна какая-то ясность когда и как разберитесь разберитесь пожалуйста очень рад что сегодня у меня пришел представитель лоринга вот я этого и хотел услышать знаете почему потому что мне дошло очень странное письмо обращение от вашего директора потому что я даже уже путаюсь в его именах просим нас приглашать в частом порядке мы до сих пор не знали а лично личное приглашение фирма знает это так к слову это закономерность каждая среда совещание без исключения а когда не будет уже оказывает ну когда меня нет выездные встречи в этом контексте то есть закономерность она проводится если нет то сразу же изучают железная дорога как у вас идут подготовительные работы к отопительному сезону все оборудование муки котельные газовые электрические котлы все подготовлено выполнено на 100% то есть руководство дает добро на отопительный сезон да пока прикладно на остановку или на то что будем давать или не будем таких данных нет котельные готовые 100% есть желание до 1 сентября закончится если мог а там дальше желание у кого? у руководства? да все думаю до 1 сентября закончится дад Бог чтобы ваши возможности совпадали с вашими возможностями я постараюсь желание с возможностями да то есть желание есть а возможности есть или нет возможности зарплату не дают я говорю сейчас по отопительный сезон а зарплату тоже мы готовы мы готовы а желание есть а возможности зарплаты нет это понятно хорошо всем спасибо и хорошего рабочего дня